Здравствуйте, друзья! Тема этого видео – вереск обыкновенный и какие растения можно взять для осенних композиций. Вереск может расти на открытом воздухе всю зиму. Вереск придает чудесную расцветку террасам, балконам и верандам. При правильном уходе за вереском он простоит весь сезон. Зимостойкое растение для осенней посадки. Обильно цветущий вереск доступен в нескольких различных цветах, которые можно использовать для создания прекрасного осеннего цветочного великолепия в горшках и на клумбах. Существуют разные сорта вереска, некоторые из которых многолетние, а другие однолетние. Стойкость вереска также варьируется в зависимости от сорта. Наиболее долговечными сортами вереска являются многолетники Coluna и Garden Girls. С другой стороны, например, Эрика не выдерживает мороза. Garden Girls – это выносливый вереск с бутонами. Цветки никогда не раскрываются, но обильные бутоны создают впечатление постоянно цветущего растения. При правильном поливе вереск остается красивым всю зиму, если на улице плюсовая температура. Часто считается, что вереск выживает сам по себе, потому что за ним легко ухаживать и он может выдерживать холодные условия. Однако вереск быстро увядает без надлежащего полива. Чтобы сохранить вереск в хорошем состоянии в течение всего сезона, соблюдайте следующие рекомендации по уходу. Сажайте вереск в кислую и хорошо дренированную почву. Хорошим выбором является почва для рододендронов с небольшим содержанием извести и низким значением pH. Вереск хорошо растет на ярком и солнечном месте в саду, где и цветет дольше. Вереск впитывает относительно много влаги, и которому нужна влажная почва. Он страдает от пересыхания и легко буреет, если пренепрягать поливом. Поливайте примерно раз в неделю, пока на улице плюсовая температура. Если вы посадите вереск в горшок большего размера, чем тот, в котором вы его купили, он поглотит еще больше воды. Это повышает шансы растения пережить всю зиму. Хотите создать красивую осеннюю посадку в горшке или балконном ящике, сочетайте вереск с другими осенними растениями, такими как декоративная капуста, тенистый плющ, осенняя астра, цикламен и калоцефалус. Также попробуйте украсить композицию тростником, сосновыми ветками и сосновыми шишками. Так вы получите готовую осеннюю посадку, радушно встречающую гостей. А сейчас вы видите на экране абелию. Это декоративный кустарник, но на период зимы он требует защиты. А это добеция кантабрийская, ирландский болотный вереск, очень красивый. Он хорошо уживается с другими кислыми почвенными растениями. А это свисающий вид вереска, он растет как бы сверху вниз. А это красочная капросмая, имеет толстые блестящие листья, выдерживает небольшой мороз. Лучше всего растет на светлом или полутенистом месте и в проницаемой почве. А это тот самый вид Эрика, которая, к сожалению, не выдерживает сильных морозов, но очень красиво смотрится осенью и в разных осенних композициях. А это растение называется скимия. Лучше всего оно растет в защищенных и затененных местах с небольшим количеством прямых солнечных лучей. Высаживать скимию можно как одиночным кустом, так и группой. Спасибо вам за просмотр этого видео, подписывайтесь на канал и хорошей вам осени. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok